Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня давайте поговорим об таком интересном деле, как зависть. Иллюзия, которая создает для нас злое начало, будто у соседа зеленее трава, заставляет человека испытывать зависть, муки неудовлетворенной какой-то гордости, вот у него такое, 7 комнат, у меня только 5 или еще что-нибудь, или у него 3, у меня 2, все проблемы с завистью. Творец мира создал нас несовершенными, что мы стремились восполнить свои недостатки, восполнить то, что нам не хватает. Однако делать это нужно не из-за зависти. Вот, например, в добрый час там парень с девушкой поженились, и жена просит мужа, что тебе приготовить на обед? Он говорит, ну, я бы хотел котлет из гречневой каши. Ну, отлично, жена просто в восторге, сейчас я все сделаю, любимый муж сделаю ему на следующее утро опять, на следующее опять, на следующее опять, на следующее опять. Спустя месяц он уже не мог видеть ни гречневой каши, ни котлетки. А почему? Задумаемся. Если бы действительно было то блюдо, которое он любил больше всего, почему оно ему надоело? Ведь если на самом деле он получал удовольствие от этого, это удовольствие не должно было уменьшаться. Он был бы счастлив, что преданная супруга каждый день подает ему то, что он любит. Но согласно принципу, с которого мы начали урок, человек получает удовольствие не от самого блага, а от того, что восполняет какой-то недостаток. А если он каждый день получает то, что любит, то уже нет недостатка здесь. И удовольствия от восприятия тоже нет. Например, человек сбился с пути в пустыне, в жаркий день, целый день мучился, и тут наконец нашли, напоили его теплой водой, несвежей старой бутылкой, он счастлив, он огромное наслаждение. Потом, после третьей бутылки, ему дают, о, нашли, хороший, чудесный напиток, колу какой-нибудь. Не хочет, он не может уже. Иллюзия, которая создает для нас злое начало, будто у соседа трава зеленее, заставляет человека испытывать зависть. И все это, в конце концов, написано, живая человека со свету. Мудрейший, из мудрейших, царь Соломон, сказал Шлома, что, как преисподняя лютая зависть. То есть человек должен бежать. Зависть, с чего он, Каин позавидовал Авелю, и в мире вы знаете, что началось. То есть зависть, это то, что движет людьми в этом мире, но человек ничего не мог бы, кстати, достичь, если бы не хотел стать лучше другого. Он видит какое-то качество, вот он такой вот хороший, и делает все, чтобы его приобрести. Это то, что мы называем зависть мудрецов. Соперничество мудрецов, правильно, это нормальная, хорошая зависть. Зависть, это корень всех человеческих отношений, как плодотворных, так и разрушительных. Поэтому негативное проявление этого качества, я хочу обладать тем, что есть у другого. И это то, что по нашим мудрецовам именно выводит человека из мира. Сказали мудрецы, что завистник грабит сам себя, ибо он постоянно горюет, а разум его уменьшается, из-за великой зависти, которая спрятана в его внутри. Сердце его не свободно ни для молитвы, ни для учения, ни для хороших дел, ни для получения удовольствия от этого мира, потому что он, кроме зависти, там все время чем-то недоволен, но все время у него все черного цвета. В десяти заповедях сказано, не завидуй. Означает ли это, что увидев нечто красивое или желанное, мы не имеем права хотеть этого? Это немножко не так. Мы все в той или иной мере завидуем, без этого невозможно. Мы же людям видим иногда, но это не всегда плохо. Мы не всегда. Существует три вида зависти, сказали мудрецы. Злая зависть, опасная зависть и хорошая зависть. Если вы хотите такую же машину, как у вашего друга, но не хотите, чтобы она была у него, это злая зависть. Почему-то вам мешает, что у кого-то есть что-то красивое. Даже если вы хотите такую же вещь, вы должны радоваться, что у него она тоже есть. Хотеть что-то для себя, и при этом желая, чтобы другого не было, это самый-самый негативный недостаток. А если, скажем, вы не возражаете, чтобы эта машина была у него, только вы хотите такую же. Это нормально? Да, это более-менее нормально. Это не злая зависть. Но, сказали мудрецы, будьте осторожны. Думая слишком много о том, что есть у других, вы постепенно станете недовольны тем, что есть у вас. Вместо того, чтобы наслаждаться хорошим, что Всевышний дал вам, лично вам, вы всегда будете хотеться большего. Этому не будет конца. Поэтому эта запись не злая, но опасная. Но есть и хорошая зависть. Например, завидовать кому-то, что у него много добрых дел, хотеть такими же быть, какие-то черты характера. На самом деле, именно заложена эта зависть в нашей природе. Она может нас сделать лучше. Талмуд учит нас, что мир не мог бы существовать без зависти. Без нее у нас не было стимула бы. Но завидовать по-правильному надо. Хорошие качества останутся навсегда, машина всегда поменяется. Для того, чтобы получить больше, надо увеличивать свой, если ты хочешь больше, увеличивать свой внутренний сосуд человеческой души. Так написано. Есть энергия. Он должен быть более вместительным, более гибким. Нам отпущено много. В Рошашана нам дают много. Но свой сосуд мы не понимаем. Где-то он умялся, где-то мы его прогнули, где-то испортили. Так и живем. Иногда запачкаем его и пьем всякую гадость получаем. Потому что сосуд другой. Поэтому говорят мудрецы. Исправление личных качеств. Улучшение сосуда, короче, важнее Торы. Торы. Потому что если своим качествами ты угробишь сосуд, никакая Тора тебе не поможет. Если ты не меняешься сам, все. По поводу зависти есть потрясающая притча. Умер один праведный человек. Я попал в рай. Ангел открыл ему золотые ворота. Он смотрит. Люди ходят. Споют. Деревья. Все. Люди счастливы. Он говорит. А можно посмотреть ад? Ему говорит. Пожалуйста. Привел. А там смотрит. Все то же самое. Только та же природа. Та же зелень. Тоже солнце. Но люди ходят злые, хмурые. Кто-то плачет. Он говорит. Ангел. А как же так? Все же как в раю. Ну почему там людям здесь так плохо? Ангел говорит. А все очень просто. Им сказали, что в раю лучше, чем у них. И они просто завидуют. Так что, дорогие друзья, больше стоит ориентироваться на себя, на свои ощущения. То есть создавать свой рай, как бы это пафосно не звучало. Свой рай лучше чужого. Это всегда лучше. И мы его можем создать. Браха вэтлаха.